В Алматы сегодня стартовал этап Кубка Мира по шорт-треку. 150 спортсменов со всего мира сейчас соревнуются в беге на льду Халакарены. Известно, что атлетам казахстанской сборной удалось пройти отбор. За результатами сейчас внимательно следит Рашид Ильясов. Он выходит с нами на прямую связь. Рашид, добрый вечер. Что известно к этому часу? Приветствую, Рамина. Соревнования закончились недавно и спортсмены удалились готовиться к завтрашнему дню. Ожидается полуфинал и финал. Я обрадую вас, в эти выходные мы еще насладимся гонками и поболеем за наших. Так, благодаря тому, что соревнования проводятся в Алматы, нашим спортсменам предоставили льготы. Три спортсмена выйдут сразу в четверть финал. Это Анастасия Крестова, Алия Аким и Нурберген Жумагазеев. А фаворит этих гонок, Абзал Ашгалеев, отказался от фуры. Ашгалеев Абзал, он не захотел выступать на льготных условиях, потому что в четверть финале самую неудобную позицию ставят. И он решил пройти до четверть финала и заработать удобную позицию, первую, вторую позицию состав. После универсиады 2017 года шорт-трек в Алматы вызывает огромный интерес. Именно в этом виде спорта мы завоевали награды. Отличились тогда Абзал Ашгалеев и Денис Никиша. Надежда на этих спортсменов и сегодня большая. Им нужно попасть в 8 сильнейших команд, чтобы пробраться дальше. Абзал Ашгалеев, он спринтач, у него 500 метров сильные. Надеемся на него, надеемся на Дениса. Они в мире показали себе в этом сезоне очень сильные результаты. Результаты. Возможно, будут медали в эстафетных рынках. У нас женская команда в этом году очень хорошо показала результаты. На первом Кубке мира они были пятыми на смешанной эстафете и своей женской эстафете. В Кубке мира 5 этапов. Уже прошло 2. В Калгари, это Канада, и в Солт-Лейк-Сити, это США. Следом за ними идут Дрезден и Турин. По результатам 5 этапов выяснят имена чемпионов. В Кубке мира участвуют 19 стран. 18 из них это гости. И Казахстан как принимающая страна. В Кубке участвуют более 150 спортсменов. В их числе есть олимпийские чемпионы, есть рекордсмены в своих дистанциях. Очень много сил и квалификаций было положено на подготовку и эксплуатацию льда. Потому что шорт-трек это в первую очередь ледовая поверхность. И если вам удастся пообщаться со спортсменами, то вы услышите только положительные отзывы. Ну а завтра, 8 декабря, состоится официальная церемония открытия. А на следующий день уже состоится церемония награждения победителей этого этапа. Мы верим в победу наших. Рабина, на этом у меня все. Передаю вам слово. Обязательно будем болеть за наших. Благодарю. Рашид Ильясов рассказал об этапе Кубка мира по шорт-треку, проходящему в Алматы.